Деньги требуют дисциплины. Почему? Потому что если мы хотим достичь успеха, нам необходимо иметь хорошие привычки, которые приведут к успеху, и дисциплину. Потому что если мы позволяем себе спать слишком долго, тратить слишком много, как бы относиться несерьезно к многим вещам, которыми мы занимаемся, то мы не преуспеем. Как сказал Дан Пенья, что 95% людей не преуспевает только потому, что у них нет дисциплины. С деньгами то же самое. Необходима дисциплина. Дисциплина учета денег. И это часто делать не хочется, особенно если у нас какие-то внутренние переживания по отношению денег. Ой, может, я слишком много потратил. Ой, я не хочу туда смотреть, может быть, когда-нибудь потом. Или мне так хочется жить сейчас, а что будет потом не так важно. Деньги требуют планирования. Нам нужно их правильно направлять в разные русла. Если мы их не планируем, у нас полный хаос. Если вы когда-то сталкивались с работой предприятий или бизнесов, вы все четко знаете, или даже государственных структур. Там есть планирование, там есть система. Без этого невозможно создать ничего работающего. То же самое происходит с деньгами. Нам очень важно планировать свои деньги. Нам нужно уметь рассчитывать свои деньги, понимать, куда они уходят. Если мы берем кредит, то сколько мы в итоге заплатим? Если мы инвестируем под этот процент, то сколько мы в итоге получим? То есть умение рассчитывать деньги тоже очень важный момент. Нам нужно знать законы денег, по которым они работают. Потому что они работают по другим законам. Не по закону, допустим, каких-то ментальных вещей, но по финансовым законам. И эти законы нам нужно знать. Нам нужно уметь накапливать деньги. И это тоже требует определенной дисциплины. Потому что ой-ой-ой, как хочется залезть в накопленное и потратить его на что-то, что сейчас показалось более важным. На какую-то обучалку, или на какую-то поездку, или на какую-то одежку, или что-то еще. Не важно. Но сам момент накапливания, я знаю, у большинства моих клиентов сталкиваются с тем, что когда начинают накапливать, они регулярно залезают в эти накопления, их оттратят. И потом начинают накапливать опять. И это бесконечный круг, который не работает. То есть умение правильно накапливать деньги, это тоже дисциплина. И не залезать туда, да. Ну и наконец, это умение инвестировать, вкладывать свои деньги, чтобы они приносили деньги. Здесь тоже требуется дисциплина и знание законов. Где все это получить? У меня есть два, на самом деле, очень ценных таких предложения. Первое, это курс по финансам, где я рассказываю о том, как работают деньги. Куда можно инвестировать, вообще сам принцип финансов, как он из чего складывается. И вторая программа, это квантовый прорыв к деньгам, где мы работаем с другими составляющими, с денежным мышлением, с денежной дисциплиной, с отношением к деньгам, с историей своей денежной, да, со своими денежными архетипами мы работаем там. И, конечно же, мы затрагиваем варианты тоже того, как же работают финансы. Если вам интересно, курс по финансам, напишите курс. Если вам интересно квантовый прорыв к деньгам, напишите прорыв к деньгам, и мы дадим вам информацию.